Мы вышли из дома, идем по тротуару, переходим дорогу. Где? На пешеходном переходе. Подходя к пешеходному переходу, мы увидели, что нам загорелся зеленый сигнал светофора. Что мы дальше должны сделать? Научить правилам ПДД с раннего возраста. Такая задача стоит не только перед воспитателями, но и ГИБДД Копейска. Для этого сотрудники госавтоинспекции проводят регулярные выездные мероприятия по общеобразовательным учреждениям. В этот раз инспектор посетила филиал детского сада номер 36 в поселке Железнодорожный. Начиная с раннего возраста прививаем детям навыки безопасного поведения на дороге. Соответственно, акцент на детишках ставится на детишках дошкольного возраста и на детишках начальных классов. Данное мероприятие конкретно приурочено к старту проведения ежегодной профилактической акции весенней каникулы. Напоминаем детям, как нужно правильно вести себя на дороге, просим их быть внимательными. Учим и детишек, и родителей, в том числе на родительских собраниях, смотреть по сторонам, потому что это первое, что зрение, первое, что подает сигнал в наш мозг о том, что какая-то опасность возникает. Инспектор ГИБДД рассказала малышам основные правила безопасного поведения на дороге, назвала дорожные знаки, а также провела интерактивную игру, где за правильные ответы ребята получали светоотражатели в подарок. Я сегодня узнал о светофоре, еще цвета светофора красный, зеленый, еще как-то, и желтый. Чем они отличаются друг от друга? Потому что красный – это знак «стоп», а желтый – это уже приготовиться, а зеленый – это уже идти. Что еще нового ты узнал? Еще узнал, что зебра бывает на всех дорогах. И где переходить дорогу можно? Только на красный, только прям на зеленый свет. И на зебре, да? И на зебре. А что такое светоотражатели, ты узнал? Да, это такая штука, которую с помощью… ее надо просоединять, и с помощью ее можно спокойно ищить, а машина заметит. Я узнал, что машины ездят только по зеленому цвету. Если это отражающие значки, они нужны, чтобы машина видела, что идет человек. Нам говорили, что желтый цвет – это стоп-дороги. А зеленый цвет – это когда идти можно. Машины останавливаются. А есть такие водители, которые не останавливаются. Нельзя ходить в наушниках, потому что может сбить машина. Такие акции дают результат. В сравнении с прошлым годом отмечается небольшое снижение уровня ДТП. С начала года в Копейске зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пассажиров. В прошлом за этот же период было в два раза больше. Продолжение следует...